ОМТВ ЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ Пропагандисты итальянского телеканала Рай Уна вместе с боевиками ВСУ приехали в нашу с вами российскую суджу Они сообщили о перемоге украинских солдат В Z-пабликах тревожно Зачищают Коренева Дорога на Рыльск открыта и возможно окружение тысячной группировки Тревожно Особо тревожно Тревожно Но реально тревожно Не разгоняйте панику Лапти Аладдина всех нато-нацистов уничтожат Сколько бы при этом попкорна не пришлось сожрать А Кремле-бздун, если что, пойдет до конца А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Родился при Путине Жил при Путине И умер при Путине В Курской области очередной рекорд 18-летний срочник из города Вологда Даниил Рубцов Больше никогда не вернется домой Юноша последние три месяца Служил в поселке Плехово-Подсуджей В трех километрах от границы Последний раз выходил на связь с матерью 5 августа По данным из военкомата Погиб 7 августа В боевых действиях не участвуют И не будут участвовать солдаты Проходящие срочную службу Ну а тем временем хрен вам А не 100 долларов от Владимира Васильевича Власти массово отказывают В обещанной помощи В размере 10 тысяч рублей Людям, эвакуировавшимся Из опасных районов Курской области Шансы получить ее Есть только у тех Кто находится в пунктах Временного размещения Те же, кто снял жилье Или остановился у родственников Массово получают отказы Через госуслуги Главный тиктокер Рамзан Кадыров Прицепил пулемет Со звездой на кибертрак И заявил, что якобы Получил его как подарок От Илона Маска И хочет отправить машину На так называемое СВО Куряне, как вам терпится? Вы рады, что у главного Дона Вашей страны Появился кибертрак От американского миллиардера Уверен в поддержке граждан России Всех патриотических сил страны Из разных районов Курской области Всю неделю эвакуировали людей Только по данным МЧС Почти 10 тысяч человек Уже находятся в ПВР А всего свои дома Покинули почти 80 тысяч человек Многих отвозят в пункты Временного размещения Их по стране 8 Вот какие там условия И сколько людям вот так жить Неизвестно Если выплаты в 10 тысяч рублей И такие условия проживания Вам все еще не кажутся издевательскими То у губернатора Курской области Есть опция получше Отправить людей В пункты временного размещения В оккупированную Запорожскую область Вот такой вот отличный способ Переселить людей от войны Прямо на войну обратно Никакие зубы дракона За 15 миллиардов Которыми гордился Бывший губернатор Старовой Не помогли войне Не прийти в Курскую область И теперь срочно ищут вахтовиков Которые готовы ехать в область Рыть окопы Таких объявлений появились десятки Обещают до 250 тысяч рублей в месяц И пока власти все отрицают Журналисты убедились Что объявления настоящие И что первая группа разнорабочих Уже уехала строить укрепления Напомню, что это просто очень-очень опасно Не езжайте, не соглашайтесь на это Это просто смертельно опасно сейчас Нужно не только строить оборону на границе Но и чтобы ее кто-то защищал С этим тоже большие проблемы И Путин в очередной раз наврал Он обещал, что срочники не окажутся на войне И не будут участвовать в боевых действиях Вот давайте еще разок посмотрим это видео Подчеркну, в боевых действиях Не участвуют и не будут участвовать Солдаты, проходящие срочную службу И не будет проводиться И дополнительный призыв резервистов из запаса Поставленные задачи решают Только профессиональные военные На деле же они сейчас оказались В самом уязвимом положении Именно из срочников Только что принявших присягу И заступивших на службу Формируют так называемые курские батальоны Их перекидывают из разных регионов России Известно, что так делают Как минимум в Иркутске, Перми, Самаре, Мурманске Родственники и близкие срочников Бьют тревогу по всей стране В Петербурге вообще В Курскую область Тайно вывезли отказников Увезли на военный аэродром А утром часть из них оказалась в районе Курска При этом одну из матерей срочника Командир успокоил, что переживать не стоит Срочники отстреливаются от ВСУ Наравне с контрактниками Действительно, вообще никакого повода Чтобы переживать И я еще раз подчеркну Путин обещал, что срочники Не окажутся на войне Он заявлял это официально А теперь его командиры Вот так успокаивают родственников Что все в порядке Что отстреливается Хотя они вообще никогда Не должны были стать участниками Боевых действий Как и другие граждане Российской Федерации Неважно в каком статусе Срочники не только отстреливаются От ВСУ как контрактники Они так же, как они В плен попадают И погибают Родственники Как минимум 100 человек Ищут своих близких В воинской части в Клинцах Подтвердили, что Десятки их срочников Уже оказались в плену За то, что наверняка известно Что гибнут эти парни Совершенно ни за что Если бы не Путин У них могла бы быть нормальная Долгая жизнь Вот, например Артем Добродумский Парню было всего 22 года Он из Ростовской области Проходил службу в Курской области Погиб во время прорыва ВСУ И таких историй уже достаточно много Тех, кому посчастливилось выжить Заставляют подписывать контракты Чтобы снова отправить их На передовую Уже в статусе контрактников Потому что присягу давали Родину защищать обещали Хотя они еще даже Ничему не научились В армии Даже как-то воевать Но пропаганда Упорно продолжает Убеждать россиян Что срочников Нужно использовать в боях Недостаточно у нас сил и средств Чтобы огромную протяженность Границы полностью закрыть Контрактниками Бывалыми Значит Подразделениями И так далее Поэтому все равно Срочники Срочники Министерства обороны Срочники Погранвоиска Будут находиться На каких-то участках В случае усиления Туда конечно Будут перебраться Социализервы Опытные То есть дела В российской армии Ну совсем плохи Контрактников уже не хватает Миллионные выплаты Тоже не очень стимулируют Ну то ли дело Вчерашние дети Их же можно прям Без раздумий Отправить на убой За амбиции Старого деда И вот это вот Нежелание Родственников Срочников Самих срочников Ехать и умирать Очень огорчает Зет-патриотов Народ Оказывается в России Снова не тот Теперь не только Москвичи неправильные А вообще все Возомнили себе Что хотят жить нормально Детей растить На море ездить Отдыхать А умирать в окопе И воевать С придуманными врагами Путина Не хотят Кстати про самого Путина Думаю вам Не терпится узнать Чем он все это время Был занят Пока война идет Уже на территории России А он Открыл форум Армия 24 Рассказал о мощи Российских войск Конечно Здесь вновь Развернута Масштабная Презентация Передовых Во многом Уникальных Достижений Российской Оборонной Промышленности Ведущих Корпораций С мировым Именем Момент Прям Десять из десяти Самое время Рассказывать Именно об этом Когда у тебя Буквально в стране Уже идет война Гибнут срочники Десятки людей В плену Это уж я молчу Про помощь пострадавшим Нищенские выплаты И что войну В принципе Начинать не надо было Россия Это такая страна Которая Напрямую Управляется Издание Таймс Сообщают Что Военные ВСУ За месяц До террористического Нападения Обучались Городским Боям На полигонах Британии Субтитры создавал DimaTorzok